Это программа День с Толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Шашлыки отменяются. Надолго ли в Алтайский край города Сибири вернулись холода? Хотим доступную среду. В чем причина конфликта между родителями школьников СОВЗ и жильцами Барнаульской многоэтажки? Себя показать и приюту помочь? Собачье дефиле в Барнауле дало фору людскому. Зима может вернуться на Алтай ближе к середине недели. Так, со среды на четверг синоптики прогнозируют похолодание до минус 8 градусов в ночное время. Осадки в виде снега, гололедицу на дорогах и появление временного снежного покрова. Кстати, в регионах Западной Сибири уже значительно похолодало. Например, сегодняшнее утро для соседей новосибирцев, томичей и кемеровчан началось со снегопада. На кадрах 30-й километр обхода города Кемерово. Водители отмечают, на дорогах настоящая метель, видимость ограничена. На этом температурные качели не закончатся. В Алтайском крае этой весной время от времени ожидаются перепады температур с теплой на холодную и обратно. Но уже ближе к выходным ожидается потепление до плюс 13 градусов. В редакцию обратились родители школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые ежедневно возят детей в специнтернат. Проблема в парковке возле учебного заведения. Недавно жильцы соседнего дома оборудовали и сделали ее закрытой. Родители возмущены, ведь многих детей с проблемами двигательного аппарата до школы теперь приходится нести на руках. Конфликт между жителями дома и родителями набирает обороты. На чьей стороне правда и готовы ли участники конфликта пойти на мировую, разбиралась наша съемочная группа. Вот так вот у нас передвигаются быстрые дети. Как вы видите, не в состоянии дойти самостоятельно. Уже неделю путь до школы для детей с ограниченными возможностями здоровья стал еще более затруднительным, говорят родители учащихся. Мы вот родители детей-инвалидов учимся в этой школе. Раньше проблемы не было, потому что цепей здесь не было. Мы заезжали, парковались, выезжали все оттуда. Никакого коллапса по утрам не было. А виновники коллапса, по мнению родителей, жители 32-го дома по улице Энтузиастов. Они за свой счет сделали закрытую парковку для своих автомобилей, утверждая, что это территория их дома. Вот эта территория относится к дому номер 32. Заметьте, не к интернату, а к дому номер 32. Мы взяли в долгосрочную аренду и отсыпали. У нас юридический договор с ЖЭО. По словам родителей, конфликт возник не спонтанно. И они не первое поколение воюющих с жителями многоэтажки. И вот как приходится плотно и туго вставать родителям. Не могут выехать даже. Вот они сколько свободных мест. Это наша жизненная необходимость. Это не какая-то наша прихоть. Нам не лень. Правда вам говорю. Это просто нам остро необходимо подъехать поближе, как по максимуму к школе. Потому что некоторых детей родители тащат на руках. Прямо на руках. То есть это 12-летний ребенок ростом почти с меня, например. Оставлять машины на парковке школы нельзя. По правилам противопожарной и антитеррористической безопасности, утверждает директор учреждения. Любой родитель, написав заявление, личное заявление, и оставив контактные данные о своем автомобиле и о себе, имеет возможность подвести ребенка непосредственно к зданию школы, для того, чтобы его определить в образовательный процесс. Родители подчеркивают, к интернату претензий нет. Однако, чтобы, что называется, определить ребенка в образовательный процесс, нужно минимум полчаса. А мест на временной парковке совсем мало. Мы можем подъехать, высадить детей. Машину надо убрать, нельзя там парковаться. Вот здесь все-все-все занято. Поставить машину некуда. Туда ехать, это опять же ребенок в школе, ты туда, мы все на сопровождении находимся. И как быть? Сейчас в школе учатся 143 ребенка с ОВЗ. Из них 35 требуется сопровождение родителей. Мы со своими детьми сидим в школе. Вот идут уроки, мы с ними сидим. У меня ребенок сама не ест, я ее кормлю сама в столовой. Мы хотим учиться, мы не хотим сидеть дома, мы хотим социализацию. Но с такими условиями нас вынуждают сесть дома. Ваша администрация, интерната перекрыла вам доступ с вашими детьми, у которых есть ограниченные возможности. Вы в итоге не на свою администрацию жалуетесь, получается, а именно на тех людей, которые вложили сюда 200 тысяч рублей, отсыпали парковку. Мы ее первые несколько дней вообще не закрывали. Но с чем мы столкнулись? Заезжают бесперестанно машины. Любые. Едут они не через проезжую часть, а едут они именно через нашу парковку туда-сюда. Вот, 200 тысяч мы вложили, спустя неделю у нас уже щебня нет. Оскорбления, прокалывания колес. Такие ситуации бывали уже не один раз, утверждают, как жильцы, так и родители. Я понимаю, мне вообще не стыдно. Да вы под богом ходите, вы побойтесь, 2 секунды. Давайте мы отставим, а? Нет, мы не отставим. 2 секунды мой ребенок не идет. Я не виноват, что у вас есть дети с определенными проблемами. Вот именно, никто не виноват. Мух и котлет все вместе в кучу. По мнению родителей, школа расположена так, что другого подъезда к учреждению нет. Ситуацией заинтересовалась член краевой общественной палаты Ирина Яковенко. Давайте все-таки дадим время этой ситуации. Мы однозначно будем решать каким-то образом. У меня есть несколько мыслей по поводу того, каким образом можно в этой ситуации разобраться с тем, чтобы все-таки были парковочные места. Это не прихоть. Как так получилось, что участок был отчужден в пользу и продан в пользу жителей этого дома, вопрос. Пока мы общались с участниками конфликта и теми, кто готов помочь его разрешить, обе стороны неожиданно пришли к компромиссу. Родители оказались готовы вложить средства в парковку, а жители дома предоставить парковочные места. Когда я уже отошла, я проанализировала, что всего 8-10 мест можно выделить. И это на самом деле реально. Сейчас мы зачем договорились с Анжелой? В ближайшее время она мне скинет список госномеров с контактными телефонами, именами родителей. Соответственно, мы им даем пароль, доступ от ключа, и они спокойно могут ставиться. Мы ни в коем случае не против детей. Ни в коем случае. Мы не хотим доставить родителям какие-то проблемы дополнительные, которых у них и без нас очень много. Мы продолжим следить за развитием событий. Не исключено, что конфликт возникнет снова, и родителям вновь придется искать пути решения проблемы, которая длится годами. Да, везде говорят. Доступная среда, доступная среда, доступная среда. Где? По факту ее нет. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, насколько, по мнению барнаульцев, та самая доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья действительно доступна. Наверное, процентов на 30, не больше. А в чем заключается, как вы думаете, что самое важное для таких людей? Мне кажется, удобство перемещения. Детям-инвалидам тяжело подниматься по тем же ступенькам. И замечаешь, что, наверное, только в больницах есть, и то не всех, даже в учебных учреждениях. Что нужно делать максимально, чтобы им было комфортно, на ваш взгляд? Ну, опять же, те же туалеты. Возможно, обилие лифтов в каких-то зданиях, допустим, старые очень. Нужно, не знаю, цены снижать на жилье, как минимум, чтобы они жили в других домах, где есть лифты. Какие-то распоряжения дать каким-то дорожным службам, тем же предпринимателям, которые, ну, вот, держат магазины, аптеки. И если говорят о том, что за рубежом много инвалидов, а у нас нету, то у нас их нисколько, не меньше. Просто наши инвалиды сидят дома и не имеют такой возможности выйти никуда. У меня сестра-инвалид первой группы колясочницы, после ДТП 10 лет. Поэтому вынуждены были переселиться в другое место. Выходит крайне редко. Элементарно даже вылечить зубы – это проблема. Не говоря уже ни о чем. Ямочный дорожный ремонт в Барнауле теперь будет идти круглосуточно. В этом году, по данным администрации города, планируется отремонтировать на 80% больше дорог, чем в прошлом. Из городского бюджета на эти цели дополнительно выделили 100 миллионов рублей. Общая сумма составляет теперь 167 миллионов. Главная цель, по словам дорожников, выполнить работы оперативно. Дорожные бригады приступили к ремонту основных магистралей Барнаула с 15 апреля. На днях «Автодорстрой» чинил асфальт на улице Попова от космонавтов до Веры Кащеевой, на энтузиастов от Георгиева до Панфиловцев и на проспекте Калинина от космонавтов до Аносова. В ночное время фрезеровали участок на площади Победы и на проспекте Ленина от Димитрова до Молодежной. Проводим ремонт, в первую очередь, конечно же, на основных магистралях, где большие транспортные потоки, где общественный транспорт проходит у нас. Смотрим, на какие участки поступает много жалоб горожан. Они также у нас все в приоритете. Не останутся без внимания и тротуары. Порядка 9 тысяч квадратных метров, а также ливневки, автобусные остановки и подходы к ним. При проведении работ дорожники используют горячий асфальт и бетон, а также струйный инъекционный метод. На дорогах работают как дорожники, так и спецтехника. Поэтому на время проведения работ водители всех видов транспорта просят быть особенно внимательными и осторожными. Таможенники возбудили три уголовных дела на жителей Алтайского края. Причиной стала контрабанда двигателей внутреннего сгорания, которые подлежат обязательному экспортному контролю. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю установлен 44-летний гражданин Алтайского края, который организовал неоднократное незаконное перемещение через государственную границу России в Республику Казахстан двигателей внутреннего сгорания. Известно, что также эти двигатели могут применяться и в военной технике. За подобное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и крупный штраф. Продолжим. В регионе нет дефицита вакцин. Об этом сегодня рассказали в Минздраве. Неделя иммунизации стартует в Крае уже завтра. Это время, когда медики призывают прививаться от опасных заболеваний. Чем грозит нежелание людей ставить вакцину, а также какие прививки стоит делать обязательно. Годы пандемии и споры вокруг вакцинации показали, что далеко не все доверяют прививкам. А ведь помимо ковида и гриппа есть много других инфекций, борьба с которыми остается все еще актуальной. В свою очередь в Роспотребнадзоре говорят, сейчас как никогда коллективный иммунитет нужно поднимать. В период ковида снизился иммунитет в целом популяционный. И поднимают головы, мы сами видим, в последние годы те инфекции, о которых мы уже практически забыли. В странах африканских продолжает регистрироваться полиомиелит. У нас в стране с прошлого года регистрируется кори. Иммунологи отмечают, благодаря применению вакцин действительно удается снизить, а иногда и полностью ликвидировать ряд болезней. Те вакцины, которые внесены в нацкалендарь профилактических прививок, делать нужно обязательно и своевременно. Среди них вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, кори краснуха. Главный эпидемиолог региона заверила, в край вакцина есть. Инъекции ставят бесплатно. Много вакцин поступило из нацкалендаря уже в объеме больше 50%, но пока еще в недостаточном количестве поступает как раз вот эта корь краснуха паратит-вакцина. На сегодня мы имеем часть вакцин, которые закуплены на средства региона для проведения противоэпидемических мероприятий. Чтобы сформировать иммунитет, прививки нужно делать по несколько раз в определенном возрасте, говорят медики. Согласно прививочному календарю, уже в возрасте до трех лет человек должен получить определенный щит, который оградит от серьезных болезней. Мы стремимся к тому, чтобы ребенок вышел в общественные коллективы, в детские сады, потом в школу уже полностью привитой. Очень большая миграция населения. То есть сейчас мы имеем возможность поехать в любую точку мира практически на отдых. И с какой инфекцией столкнется ребенок, вообще человек неизвестно. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Чтобы поставить вакцину, предварительно записываться не нужно. Если возникнут сомнения или вопросы, связанные с проведением профилактических прививок, на горячей линии Роспотребнадзора проконсультируют. Звонки будут принимать до конца этого месяца по номеру, который вы видите на экране. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Почти 46,5 тысяч рублей пожертвовали приюту для животных Бусинка посетители первого в Барнауле собачьего модного приговора. Питомцы вместе со своими хозяевами прошлись по импровизированному подиуму на глазах у восхищенной публики. Как прошло самое яркое событие весны для собаководов расскажет Дарья Ерошина. Веселый, общительный, дружелюбный пес, желающий со всеми и всегда поиграть, любит играть с палочкой и гулять по лесу. Аплодисменты, друзья! Участники у нас идут с хозяйкой практически в одинаковых костюмах. Приговор модного суда – хороший мальчик. Несколько десятков хвостатых друзей человека доказали, что достойны такого статуса. Участники дефиле подготовили костюмы и себе, и хвостатому другу. Выступали как звезды других собачьих показов, так и новички вроде Алисы. Уже успела искупаться. Алиса очень любит водные процедуры. Давайте поаплодируем. Именно по этой причине на Алису не стоит заморачиваться одевать какой-то костюм, потому что она везде найдет водоем для купания. Сама пыталась как-то научить, вот именно команду сидеть, лежать. Вот я вот не могла, вот мама научила. Как справились? С помощью вкусняшек всяких. Ну ничего, поддается воспитанию, правда, сложновато, с характером, мадам. В программе модного приговора, кроме дефиле четвероногих, мастер-класс от организаторов. Зрителям рассказали, как правильно вычесывать питомца и как изготовить для него игрушку, чтобы не тратить на это средство в магазинах. А также напомнили, что хороший хозяин должен заботиться о своем любимце. Контроль, ходим к ветеринару, стрижемся. Ну, на самом деле, это так доставляет удовольствие, мы так к нему привязались, это прям настоящий член семьи уже. Каждый владелец собачки, участвующий в дефиле, а всего на подиум вышел 21 питомец, заплатил организационный взнос. Деньги пожертвовали приюту Бусинка. Всего, вместе с добровольными перечислениями на счет приюта и долей от прибыли ярмарочных палаток, бусинки передали 46 с половиной тысяч рублей. Средства пойдут на содержание животных. В основном мы по котикам, у нас всего 650 котиков и вот 108 наших собачек. Собачек забирают крайне редко. В прошлом году мы всего лишь две собачки пристроились за весь год. В этом году, к сожалению, пока еще ни одна собачка не уехала в свой дом. Каспер в приюте уже два года. Он тоже выступал на показе, специально отмытый в грумер-студии и с покрашенным цветным хвостом. Мы надеемся, что такие мероприятия у нас будут чаще и мы сможем как-то после них немножко подраздать наших песиков, они уедут в новые дома. Есть много бездомных животных и хотелось бы, чтобы этого стало намного меньше, чтобы больше было животных все-таки в своих домах и чтобы обращение к животным мягче стало, как гораздо. Первый опыт праздника для собачников прошел успешно. Публика ждет, что представится шанс посетить его снова. У меня дочка здесь волонтером работает, и мы пришли в общем-то посмотреть и очень даже пожалели, что не принимаем участие. В следующий раз будем знать, обязательно примем участие, оденем красивые наряды и продемонстрируем их. А пока одни барнаульцы готовят костюмчики своим хвостатым, другие задумываются не завести ли и им нового члена семьи. Владельцы приюта будут рады в этом помочь, если такое желание появится. Дарья Ирушина, Алексей Фризин. День с толком. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо Барнаул» сыграли первые игры в новом сезоне и уже успели почувствовать вкус поражения. Сначала крупно уступили «Носте» 4-0, а во втором поединке переиграли «Уралец» 3-1. Подробнее о матчах и почему первый домашний переносится в Нижний Новгород, расскажет Дмитрий Дроздов. Старта нового сезона болельщики «Динамо Барнаул» ждали с терпением. Во-первых, в команде новый главный тренер. Во-вторых, игры будут проходить по новому календарю весна-осень, что позволит смотреть и посещать футбол в теплое время года. Однако первый матч в гостях не задался. Барнаульцы приехали в Новотройск и получили там четыре безответных мяча. После матча тренерский штаб провел работу над ошибками. И «Динамовцы» в Нижнем Тагиле переиграли «Уралец» 3-1. Тем самым после двух туров одно поражение и одна победа. Когда мы были сегодня на мяче, у нас что-то получалось. Смотрелись неплохо в эпизодах. Когда соперник играл длинными вертикальными передачами, у нас возникали проблемы. При счете 1-2 в нашу пользу был назначен пенальти в наши ворота, спасибо нашему вратарю, выручил. Первый домашний матч должен был состояться в краевой столице в эту субботу, 27 апреля. Однако газон к этой дате готов не будет. Тем самым матч против Нижнего Новгорода пройдет на их стадионе. Ориентировочно первый домашний матч состоится 12 мая против «Крыльев Советов-2». Ну а пока главной хоккейной команде «Динамо Алтай» продлил контракт с главным тренером Дмитрием Пархоменко. Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца предстоящего сезона. Напомню, Пархоменко возглавил «Динамо Алтай» в прошлом сезоне, по итогам которого барнаульцы заняли 20-е место. Для высшей хоккейной лиги А, где наши провели пока что лишь один сезон, результат неплохой. Дмитрий Дроздов, «День с толком». У меня на этом все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для вас работает телефон редакции 205-545. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните. Через несколько секунд погоде. Мира и добра. Всем до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok